привет так сейчас начнем потихоньку сейчас начнем наши фирчик есть кто давайте давайте подсоединяйтесь потому что я для одного человека вещать не буду так что подсуетитесь немножко обычно наш утренний восьмичасовой эфир восьмичасовой эфир ну восьмичасовой только называется так на самом деле мы его как правило всегда слегка начинаем позже до чуток совсем для того чтобы успели все подтянуться и видимо это не безосновательно потому что я вижу что сейчас далеко еще кстати знаете чего вам как проекта корректура очень полюбил я вот такой вот рис не знаю как он называется спрошу на что жены она покупает нее обалдеть она такой плотненький крепенький что обожаю такой ночью люблю чтобы можно было реально пожевать потому что многие вот едят всякого рода каши они просто проваливаются а я скажу ребят что на качество на усваивание пищи очень сильно влияет том насколько вы долго еду пережевываете ну да учили в школе еще на биологии имеете тщательно пережевывая пищу ты помогаешь обществу ну реально чем пища дольше она обрабатывается во рту тем более качественно она в дальнейшем переваривается поэтому даже любую самую мягкую пищу в принципе надо довольно долго пережевывать но этого не получается как только она достигает определенной жидковатой консистенции она сразу же заглатывается что естественно совершенно и поэтому всякого рода жидкие каши вы практически глотаете не жуя и еда не обрабатывается целым рядом ферментов и не обрабатывается сам слюной что в принципе сказывается на качестве переваривания и в дальнейшем на усваивание пищи больше того когда вы тщательно еду пережевываете то многие сахара начинают уже расщепляться в полость рта и всасываются они прямо со слизистой со слизистой рта то есть вы можете есть углеводы длинные и в то же время уже сразу же подпитывать свой мозг не дожидаясь того чтобы они там усваиваться начали и вы нормально пришли какую-то форму есть чем вы лучше пережевывать что углеводы длинные тем вы меньше можете применять в течение дня углеводы короткие эффект будет ну хорош это гарантирован поэтому вот когда вы пьете протеиновые коктейли идите точно такие легкие кашки пюрешки ребята сложно дам то есть надо пытаться их тоже сживать даже где-то в свое время писали что даже для самой мягкой пищи не менее 20 30 жевательных задвижений у вас и фиг это получится на самом деле потому что если не жуется еда ну как вы ее жевать будет она просто не разжевывается ну чё она она заглатывается сразу а вот когда у вас еда такая а плотная вот этот рис он прямо конкретно а плотный вы только не надо переваривать очень долго вот и значит довольно долго приходится саможевать чтобы нормально переживать он обрабатывается ферментами в полустирта сам слюной и уже так вот получается лучше вот поэтому собственно говоря я люблю есть больше люблю натуральную еду чем вот всякого рода заместители заменители в виде гейнеров протеиновых и коктейлей все есть если можно заменить на что-то естественное более естественные из протеин получаю из мяса из рыбы причем так приготовлено что же чтобы не заглатывать тоже потому что карп например жирный вы может приготовить так что его только с кости ну стянулся реберки и все и вот еда тает во рту вот честно говоря вот эту еду которая тает во рту я не очень-то и люблю я не люблю такой вот супер нежные продукты я люблю продукты такие довольно грубые мясо только говядину телятина пожевать и рис реально видно на подвижению челюстями что нужно прикладывать усилия чтобы разжевать его если там не какой-то краснодарский разваленный листом или другой сошли полный казан вы развалите его там вообще он прямо вообще разваливается нужно языком раздавить огнем бы мне это реально требует желания конкретно так что я делюсь с вами опытом собственным советую вам последует моему примеру я даже не говорю что надо там отказываться того чему вы привыкли если вы любите там овсяную кашу с утра лопит там что-то еще пожалуйста только вы их когда завариваете или варить не перевариваете оставляйте до такой консистенции до попугай классный вообще-то это это вообще друга друга он даже со мной работает за компьютером но никогда не вариваете лишку будет вам как дается счастье на ну если есть какие-то вопросы давайте задавайте кстати также принимаю поздравления на же кто не знает второго числа стал чемпионом россии скота все в разной категории от 35 до 43 лет но мог мог побороться и и в абсолюте просто ее не было не думаю что все было бы прекрасно попугай много говорит чем умеет болтать кучу враз кучу слов на чтобы разговариваться сейчас просто что-то бухтит какие-то свои звуки но так вот вообще нормально вот второй момент 31 числа сдал экзамен дан тест на 5 дан так что теперь всем злопыхательным своим с которыми спорю по поводу традиционного карате ортодоксальных техник я же критикую постоянно там ортодоксов да которая за пределами каратэ не видится ничего могу авторитетно гать фудокан мости относится к стилям традиционного каратэ умеем и высокий разряд у меня абсолютно заслуженные свои разряды не покупал и чемпионские свои типа и сангены поэтому с вызывания медали не покупал и заслуженно но я занимаюсь еще тайским боксом тикбоксингом борьбой не поэтому очень часто критикую юг сам каратэ которые занимаются чисто традиционными стилями так я первое место взял я же говорю я стал чемпионом а других категориях вот взял вот например в категории от 43 до 49 до евгений кульбанске на других не помню так вот я говорю про нет рисунчиков я могу критиковать их вообще-то сами спокойно с высоты своих разрядов где ребят в том чем занимаетесь вы я хорошо разбираюсь а в том чем занимаюсь еще придачу ко всему я вы не забираетесь ни хрена поэтому оставьте критиканство самосвоё когда критикуют и мы там что-то еще заслуженный мать ну такой нету критерий что 5 данный заслуженный мастер спорта так он как бы нет мастер спорта это мастер спорта это другая иерархия другая ступень я по аналогии бы не проводил бы вообще никакие ну вот потому что данные иногда получают люди которые вообще ни разу не соревновались никогда и к спорту не имеют отношения совсем никакого какой бывает у меня есть просто мастер спорта с названием мастер спорта по каратэ до в принципе по логике вещей победы на этом турнире я свою мастерскую степень подтвердил если так он пошло вот видите как ждуется долго они просто там глыть коктейль и все стать именно поэтому я рекомендую пить коктейли все всякие протеиновые маленькими глоточками и задерживать во рту ну желать не получится но так хотя бы во рту подержать вот именно потому о чем я рассказывал потому что обработка пищи в полость рта это неотъемлемый очень важный значимый период вообще в усвоении нутриентов которые находятся в еде прежде всего углеводов прежде всего маленький тоже хочет риса и ну ничто мы с тобой но ему такой не очень нравится хотя он отлучит семечки спокойно на что раскусывает этот рис довольно легко еще меня на ощущение такой что он ему не ест а просто комячет тимка клюв точит ну что ребят жду вопрос любые ну еще если про турнир рассказывать пока вопросы готовите организация турнира вообще супер было на уровне класс что отметили все и представители приезжих участников и судьи спортсмены все организатором все кто заглянули контакт он будет вообще турнир вообще великолепный если там может сказать близко к там как эталонный чемпионат россии начиная от размещения спортсменов трансфером в организации соревнований самого зала татами зрителей судейства вообще вау супер пупер вообще поучаствовать таком турнире был просто кайф для долгих годов не участвовался на соревнованиях здесь просто сам бог велел я живу рядом с иваном совсем в кухма практически она соединяется с вам то есть это один город у кого может кататься в район не ехать до этого см-центра решили соревнования но отсюда вот ну километра три наверно по прямой на ноги есть по прямой я на дорогу уехал и по прямой 3 километра бам я на месте как же мне было не поучаствовать таких соревнований как вы думаете обязательно мне понравилось еще то что довольно много возрастных участников было очень часто потому что это был турнир и первенство чемпионат и первенство конечно на первенство всегда приезжает огромное количество народу на чемпионат меньше но довольно достаточно большое количество было видите даже разбили в ката по разным категориям ничего иногда не делают потому что участников не настолько много чтобы делать эти категории я сказал же овсянку гречку просто не переваривайте ее до супер саморыхлого состояния нужно будет такая мил такой чтобы можно было пожелать когда есть ну с утра наверное в основном едят все с крупы с утра как гардер можно в течение дня но с углеводами нужно заканчивать где-то 4 часа дня уже нужно с углеводами заканчивать 45 это при том условии что вы хотите иметь хороший рельеф там россии там рассечься чтобы мышц красиво бы чтобы жесткость тонус а это значит другие наоборот масса наборы вообще пофигу какой там за счет чего всего работа на силу можете жрать углеводы году вам вам хочется хоть ночью а задач единство могу сказать что если вы хотите получить от углеводов отдачу на тренировке чтобы они вам энергию дали то если вы длинные углеводы готовить его в таком состоянии что они довольно жесткие должны понять что на их усвоение будет затрачено больше времени поэтому нужно сделать экспозицию немножко больше чтобы интервью придете как раз значит углеводы поступили в кровь насколько дольше ну тут эмпирическим путем так достигается но от получаса до часа может быть дольше вот так вот ну еще зависит от того насколько вы хорошо разжевывать будете чем лучше живете тем они быстрее поступят я же говорю часть углеводов не расщепляется уже а в пол стирта и сразу и всасывается через слизистую там ты сразу поступать кровь ну так вот так ну мне тут сделали замечание по поводу того что я за эфирами прямым сижу и жру ребят извините если кому-то не нравится я никого в эфир сам сил ком тянут не буду понимаете просто эфир эти виду ну тут никак правило за завтраком время найти мне довольно сложно чтобы там целенаправленно по полчаса даже по 15 минут сидеть и проводить вот такие вот коротенькие скажем так эфир очки за с ответами на вопросы и с новостями какими-то поэтому я делаю обычно в туалете не делаю делаю либо за работой прям как сижу либо из либо за рулем когда машине еду либо вот за завтраком за обедом за ужином могу чаще всего за завтраком поэтому я прошу прощения конечно как говорится неприлично есть с набитым ртом но я думаю что вы меня простите потому что информацию которую я даю если она вам интересно я думаю что моя живущая физиономия на особо не помешает вам кстати напомню сейчас на мои сайты почему я их не соглашаю но сейчас оглашу буду шин точка руб буду блог точка ру макивара точка ру ректура точка ру доктор шилов точка ком сейчас нету доступа они сейчас закрыты на хостинге на сайтах и ведутся профилактические работы поэтому нельзя не сайт посмотреть мои мне нельзя не получить по ссылкам которые приходят в рассылках но материалы где видеосюжеты статьи опубликованы и все поэтому кто рассылки получает вы письма с рассылками не над удаляйте пожалуйста а потому что скоро сайты заработают и все рассылки все суки в рассылках снова станут активными и можно будет все нормально прочитать и посмотреть и так далее потерпите друзья связано это с отработкой новой системой безопасности нам уж там за последнее время сильно участились атаки на наши сайты там серьезно очень кому-то не имется потому что это не боты работают работают люди конкретно работают люди на заказ скорее всего либо какие-то либо дурачки каким-то которым а просто хочется подосрать либо под заказ но все победимо все выстраиваем так что все будет хорошо ребят а информация вся все новости все видео ссылки рассылки какие-то материалы можно искать у меня в аккаунтах на социальных сетях то есть на фейсбуке вконтакте в одноклассниках в моем мире на mail.ru в твиттере моем и на моем канале на моем канале на youtube и на обычном канале и на live channel поэтому отчеты вот о проведенном семинаре в том числе вы можете посмотреть видео вы можете посмотреть в инстаграме в том числе и на ютубе кота чемпионская то есть с которым я занял первое место все это дело есть все друзья всем пока до скорой встречи сегодня возможно будет эфир в районе не знаю с 10 до 12 где-то я выйду на на когда поеду на тренировку на машине там еще не знаю я буду вести эфир либо на фейсбуке ты уже давно не выходил там с тех пор как можно стало сохранять эфир и здесь мне все нравится здесь вести эфир и вот нам надо фейсбуке показаться так что и там обязательно ну все всем пока завтра 8 часов в районе с 8 до пол девятого встретимся снова салют